Вот этим цветом полить, розоватым и фиолетоватым, потом тряпкой забинать туда, потом тряпочки начнем выштриховывать. Сначала худенькую фигурку, потом она у нас будет толстеть. Хорошо, вот такого цвета? Сначала вот такое. Залить, а потом залить немножко аккуратно. Подштриховала. То есть нас интересуют очень крупные укладки. Возможно он это делал только кистью, но мы кистью создадим целый ряд переборов краски, чего лучше не делать. Хорошо? Да. То есть вот такие вот, вот такие вот действия. Если это белило, вот такие действия. То есть кряпка распределяет достаточно разумно красочку. Хорошо? Неравномерно. И темности, да. Буквально накидать пятен, накидать в том числе и темных. И от худого состояния сначала, то есть фигурка должна сначала быть худенькой, а потом все шире, шире, шире. Ну и примерный силуэт начинаем обозначать, перемалывая на цвет тела. Хорошо? Хорошо. Давай. Штриховательного рефлекса. Его надо отрабатывать. Штрих. Тебя должен интересовать штрих, а не возня вот какая-то такая. Штрих. Ты знаешь, что это цилиндр? Значит минимум по цилиндру штрихуешь. Минимум. Все штрихуем по цилиндру. Тогда она сразу станет кругленькой. Кругленькая рука. Это же не круглая рука, это две коряги. А вот она стала кругленькой. Понимаешь? Вот она стала кругленькой. По граничке, да? По границе. Взяла и прошлась. Сначала создала границу, а потом по граничке прошлась. Падающая тень, она как будто очерчена линейкой. Я думаю, как же не темные сделать. Давай не о том, что вы светлые делаете. Падающая тень, она как будто очерчена линейкой. Поэтому вот немножечко покажем идею падающей тени. Потому что от локтя, от руки упала тень. И свет вот этот под локтем на тельце тоже обозначен. Здесь уже рефлекс на самом пятне руки. То есть, если здесь свет тот, из-под, на бедре, то там... Наверное, дальше чуть-чуть сходит рука. Нет, там такой очерченности этой линии. И это красиво. Слишком ты вот этот ствол очертил. Он распадается чуть-чуть. Распадается, сияет. Согласны? Да. То есть, лучше так. А вот здесь мощно очерчен. И здесь уже можно поставить с такой вот внятностью очерченного. Согласен. Если много краски, то подтереть и снова положить. Потому что иногда сопротивляется. Там приятная часть личика идет. И ее очерчивает синеватое пятно фона. Но здесь приятность цвета тела. Хорошо? Оранжеватая. С темными тоже очерченностями пользуемся. Вот, допустим, вот здесь глуховатое темное пятно черник. Здесь чуть-чуть линия сельца отчерчена. Штриховательно, рубленно стараемся. Хорошо? Здесь. Ну, давай в таком плече. Рука. Поскольку этот цвет тела. Смотри, что он сделал. Он маленький, звук красненького. Согласны, да? Ты посмотри, как сразу живая рука стоит. Немножко переборщил. Вот здесь линия трепещет и здесь тоже. Посмотри, сбил линию. То есть она есть напряженная здесь и здесь. Но когда она вдоль всего, сразу скучно, сразу неинтересно. Надо научиться. Вот в институтах подходит педагог к обучаемому. И говорит, так, проверь касание. И пошел. Хорошо, если тот понимает, о чем речь. Это как предмет совмещения? Общение одного предмета с другим. Вот это вот касание одного предмета к другому. И вот это называется касание. То напряженно, то сбито, то напряженно, то сбито. Живопись вся в этом, в этих играх. Фотографы тоже стали использовать это. Ну, раньше еще больше использовали. Потом немножко забылись от своей техники. А сейчас художественное, это значит и с касанием теперь. Вот. Поэтому и ты тоже имею в виду, что касание это очень, очень важная штука. Тоже взял чуть-чуть цвета. Да. Отсюда. Взял чуть-чуть. Как бы ягодка на свет. Вот это еще идея по отношению к телу. Идея ягодки на свет. Ты согласна, что как появилась вот эта, она становится как бы прозрачной. Да. Хотя, конечно же, она не прозрачная. Но появляются вот эти вот горячие рефлексы, и она прозрачнее видит. Так. Как-то ты до сих пор не положила вот этот светечек. Я его положила, убирала, положила, убирала. А он все-таки отчеркивает ручку. Конечно. И здесь не хватает светечки. А здесь даже очень не хватает. Видишь, я как бы кладу квадратиками. И пальцем следовало так же действовать. И кисти. Намек на то, что дальше пошло чуть сужение руки. Потому что слишком она ровная, как стол. Да? Уже легенький намек. Ушечка приметить следует вот здесь. И вот здесь. И тоже эффект прозрачности тельца в ушках. Ушки вообще часто краснят. Поэтому появилась красниночка, появился цвет тела. Вот здесь все-таки потише. Мне кажется, что ты чередуешь совершенное понимание задачи и несовершенное. То ты невероятно точна и убедительна, то вдруг появляются какие-то провалы. Красивые черки сделала. Может быть, дополнить их чуть-чуть. Вот такими еще. Если они прозвучат. Срежет. 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 Ну, буквально, царапками, а не… А не штрюшками. Могляд. Срежет. Такое. Ручка тоже закраснится, как ягодка на свет. Вряд ли могла бы оказаться не в геометричной обстановке, вне дома, поэтому хотя бы намеки на геометрию желательно дать. Попытка тоненькой кистью рисовать вот этих червей заканчивается всегда одинаково. Скоро же. Волосы, вот если посмотреть сейчас на волосы чьи-нибудь, мы видим цельное темное пятно, ну либо светлое блондинка. Цельное. Никаких червей, ну кроме дрэвов, мы обычно не видим. Смотри, они сразу только что помылись. Вот они только что помылись. А эти немытые уже так давно, что они стали отдельно друг от друга. Сосульки слепились. Смотри, какие чистенькие. Да. А вот как вот это убрать? Ну заштриховать, заубрать. И линия касания к фону тоже, смотри. То жесткая, то пропала. То жесткая, то пропала. Ты видишь? Да, да, да. Ну вот так. Ну да, большому чаю не надо. Может быть парочку там волосинок такого характера. Кто-то ей вытянул кисть и отломал, вытянул и бросил так. И у нее она теперь просто вот даже отдельно от кости. Вот просто вот. То есть костяной характер выразить. Ну и она чуть крупнее. Красноты эти. Вот и так и то лучше. А то она прямо переломанная была в этом месте.